Издательство «Миф» представляет В основе любой истории успеха лежат хорошие отношения с людьми. В мире, где все большую роль играет коммуникация, особенно важна способность создавать, развивать и поддерживать отношения. Мы выстраиваем и взращиваем связи и порой бессознательно на них полагаемся. Их значение становится очевидным лишь когда они под угрозой. Важную роль в построении отношений играет наше умение улавливать мельчайшие колебания и нюансы в тоне голоса, языке тела и письме, управлять ими в своей речи и жестах и реагировать соответственно. Этот навык дан нам от рождения, и от него зависит успех в личной жизни и карьере, которую мы выбрали. И первая, и вторая развиваются с годами благодаря тому, что мы наблюдаем, слушаем, о чем размышляем, учимся на своих ошибках и идем дальше. И когда нам уже кажется, что мы все поняли, неожиданно приходит менопауза. Для многих за этим следует хаос, о котором нас никто не предупреждал. То, что казалось простым, становится сложным. Настроение скачет, слезы и ярость накатывают без предупреждения и без причины. Тревога, депрессия, ухудшение памяти подрывают нашу уверенность в себе. Потливость, приливы жара, обильные и непредсказуемые менструации могут вызвать неловкость. Иногда мы неконтролируем и набираем вес. Когда собираемся с силами и пытаемся разобраться с какими-то из этих проблем, наваливается сильная усталость, и даже простейшие действия требуют невероятных усилий. Раньше вы реагировали на ситуации, замечания и взаимодействия интуитивно, а теперь приходится обдумывать каждое слово, боясь сказать что-то не то. Мы больше не доверяем голосу рассудка. По крайней мере, не всегда. Такая осмотрительность становится заразной, и окружающие начинают ходить вокруг нас на цыпочках, опасаясь негативной реакции. Порой менопауза превращается в поведенческое слепое пятно. Человек не подозревает о своем неадекватном поведении и спохватывается, когда все уже позади. За этим следует чувство вины и угрызение совести. Час от часу не легче. Порочный круг, который усугубляет комплексы и вредит отношениям с окружающими. Все это происходит в то время, когда женщины часто задумываются о новом этапе карьеры, нацеливаются на высокие управленческие должности или решают сменить род деятельности. В этом возрасте часто просыпается дух предпринимательства, не остается времени на отдых. Отношения с партнером нередко оказываются под давлением, и им нужно уделить внимание. Кто-то пускается на поиски второй половины, и ни вы, ни ваш потенциальный партнер не горите желанием иметь дело с неприятными симптомами. Жизнь сложна у всех, и для наступления менопаузы удачных моментов не бывает. Любой будет неудачным. Когда после сорока у меня началась пременопауза, большинство людей моего возраста не верили, что это случилось так рано. Я нигде не могла найти информацию о своем состоянии и не слышала, чтобы женщины или кто-либо обсуждали эту тему открыто. Разумеется, несколько спасительных ниточек я обнаружила. Например, мне очень помогла программа «Женский час» «Women's Hour» на канале BBC Radio 4. Иногда мама или старшая подруга отваживаются поделиться опытом. Моя мать такие темы со мной не обсуждала, но с подругой мне повезло, и я буду вечно благодарна ей. Она помогла мне не сойти с ума и ответила на все мои вопросы, а их у меня было немало. Она также сделала то, после чего моя менопауза начала протекать совсем иначе. В часы глубочайшего уныния, когда я чувствовала себя разбитой, она взяла ситуацию в свои руки и сделала единственное, на что была способна. Отвела меня в аптеку и наполнила корзинку витаминами. Этот дружеский жест был продиктован опытом и ее сочувствием ко мне. Но несодержимое корзинки стало ответом на мои вопросы, а понимание, что я в состоянии контролировать свои симптомы. Я могла управлять своими реакциями и действиями, которые за ними следовали. Этот дружеский жест стал первым шагом на пути к моему восстановлению. На примере близких я узнала, каким испытаниям они подвергаются во время менопаузы и чем они могут помочь. Я поняла, что именно отношения с дорогими людьми помогают справляться с неприятными симптомами наиболее эффективно. Но эти же отношения в данный период становятся и очень уязвимыми, хотя мы в них так нуждаемся. Когда в моей жизни царил полный хаос, я иногда встречала заметки и научные статьи, где говорилось, что осилить менопаузу поможет здоровое питание, рацион, содержащий рыбу, продукты из соевых бобов и разноцветные овощи, подвижный образ жизни, занятия фитнесом три раза в неделю и крепкий сон — восемь часов ежедневно. Да, ответственность опять взваливали на наши женские плечи. И никакой эмпатии от окружения женщины во время менопаузы не получают. Я стала есть столько рыбы, что у меня почти выросли жабры. Мой холодильник был набит соевыми бобами, морозильник — соевым йогуртом и фермерскими овощами всех цветов. Лишь когда дело дошло до капусты кале и киноа, я сказала «нет». А вы бы не сказали? Сбалансированный рацион, регулярные физические нагрузки и здоровый сон важны в любом возрасте. Здесь нет сомнений. Однако характер, выраженность и вариативность симптомов менопаузы определяются только генетической лотереей или ножом хирурга. Других вариантов нет. Как особенно сильно пострадавшая от менопаузы, я поставила себе цель изучить ее и выяснить, что на самом деле происходит с женщинами в этот период, от общественного восприятия до жестокой реальности. Исследование поглотило меня целиком, и я очень рассердилась, обнаружив, что говорить на эту тему не хочет никто. Столкнувшись с заговором молчунов, я поставила себе цель сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию и помочь женщинам обрести смысл в этот период. Я считаю, что менопауза не должна быть паузой, временем, которое женщине следует перетерпеть, стиснув зубы и не жалуясь, надеясь, что непонятные симптомы, о которых не принято говорить, исчезнут. Нет. Нельзя спокойно наблюдать, как отношения с близкими портятся или рушатся. Большинство доступных материалов по менопаузе, очень ценных и полезных, написаны врачами и специалистами, так или иначе связанными с медициной. И действительно, симптомы менопаузы влияют на физическое и психическое здоровье, и эти ее аспекты нужно изучать и пытаться понять, но в основе своей эта проблема социальная. Я не врач, поэтому не стала заострять внимание на медицинских аспектах. Меня интересует взаимодействие людей, результат нашей эволюции как общественных животных длиной в 3 миллиона лет. Я не адвокат и писала эту книгу с оглядкой на современное на момент отправки в печать законодательства Англии и Уэльса, поскольку живу в Великобритании. Если в вашей стране другие законы, вам нужна дополнительная информация, особенно в части закона о трудоустройстве. Я много лет общалась с женщинами и трудилась психологом-консультантом в сфере работы и отношений, а позже — работы и отношений, имена паузы. Эта книга — результат динамических исследований, опыта общения со многими женщинами и личных наблюдений. Это плод анализа, убежденности и верности своим идеям. У книги было много рабочих названий, смешных и непонятных. Все они нравились мне по разным причинам. Я никак не могла остановиться на одном. Но все-таки выбрала вариант «вторая фаза», потому что считаю менопаузу переходным периодом между первой и второй фазами жизни женщины, после достижения половой зрелости. Заметьте, что речь идет не о второй половине жизни, ведь никто не знает, сколько человеку отведено, разве что гадалка может попытаться это предсказать. И не о второй жизни или втором дыхании, поскольку с этим понятием связано много негативных ассоциаций. Основной посыл книги в том, что отношения с собой, коллегами, партнерами и близкими, и те, которые пока еще не выстроены, не только играют важнейшую роль в период менопаузы, но и могут даже процветать и способны подготовить вас ко второй фазе жизни. Они создают каркас, на основе которого выстраивается ваша жизнь. В период менопаузы отношения становятся страховочной сеткой, той, что оберегает нас от крайностей и помогает успокоиться, сохранить рассудок и способность к самоанализу. Отношения с людьми оказываются нашим советчиком. Их отсутствие приводит к изоляции, усложняющей протекание всех симптомов. Книга подскажет, как навыки, опыт, ресурсы, мотивация и выдержка, все, что я называю суперсилами, помогут выявить, поддержать и развить отношения в период, когда вам кажется, что жизнь рушится. Эти суперсилы были для вас поддержкой в первой фазе, даже если вы этого не понимали. Какие-то пребывали в спячке и ждали пробуждения. Другие, как вам казалось, оставили вас. Но не сомневайтесь, во второй фазе они проявятся. Я признаю, что менопауза может быть трудным периодом, чреватым эмоциональным и физическим истощением, но она дает возможность изменить свою жизнь на глубинном уровне. Вы сами сможете определить, как будет протекать ваша вторая фаза. Не ставьте жизнь на паузу. Живите дальше. Попробуем вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова